Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Воздушные трагедии. Три авиакатастрофы за один день. Рассматривается ли версия теракта и есть ли среди жертв украинцы? Полсотни с декабря. Нардепы сегодня занимались пенсиями, переименовывали города и выгуливали вышиванки. Освобожден от наркотиков. С чем на новой должности будет бороться Илья Кива? Три авиакатастрофы за минувшие сутки. Среди погибших, по последним данным, есть один украинец. Он входил в состав экипажа военно-транспортного Ан-12, потерпевшего крушение в Афганистане. Двое граждан Украины выжили. Сейчас они находятся в госпитале Кандагара. Самолет принадлежал азербайджанской компании «Силки Вэй». Известно, что вылетел он с бывшей базы корпуса морской пехоты США в Афганистане. Из-за проблем с двигателем начал терять высоту и упал в аэропорту города Дуайр. На борту находились 9 членов экипажа. Шестеро погибли. Азербайджан отправил на базу Кэмп Дуайр спецкомиссию для расследования этой катастрофы. Мы высказываем наши шире впечатления семьи и родным загиблогам. Стан граждан, которые находятся в лекаре, оценится как задовольный. Сейчас выезжает до Кабула консул посольства Украины в Таджикистане. Еще одна авиакатастрофа, спасательные жилеты и обломки кресел. Аэробуса рейса МС-804 найдены в Средиземном море. Самолет вылетел накануне поздним вечером из Парижа, но до Каира не долетел. Среди пассажиров лайнера украинцев нет. В числе погибших 30 египтян, а также 15 французов, 2 иракца, граждане Великобритании, Бельгии, Кувейта, Саудовской Аравии, Судана, Чада, Португалии, Алжира и Канады. Все подробности этой трагедии выясняла Светлана Чернецкая. Аэропорт Каира. Уставшие и заплаканные еще с ночи родственники ждут рейс из Парижа. Пока власти говорят о самолете исчезнувшей, они все еще верят. Их родные живы. Но уже к обеду становится ясно. Лайнер потерпел крушение. А это Париж. Отсюда вылетел злосчастный рейс МС-804. Поздним вечером друзья и родственники провожали его пассажиров, не подозревая, что прощаются в последний раз. Информация, которую нам удалось собрать, подтверждает. Самолет потерпел крушение и потерян. Мы не исключаем никакие версии, но ни одной из них не отдаем предпочтения. Из аэропорта Шарль-де-Голь самолет вылетел по графику в 23.09. На борту 10 членов экипажа и 56 пассажиров, в том числе 3 ребенка. Погоду обещали летную, никаких трудностей не предвиделось. В последний раз аэробус Египет-Аэро вышел на связь над Грецией в 2 часа ночи. Пилот был в хорошем настроении, о проблемах не сообщал. А вот вторая попытка связаться с лайнером была безуспешной. Дальше греческие авиадиспетчеры зафиксировали неадекватные движения. Самолет делал крутые виражи. Уже в воздушном пространстве Египта на высоте 11 километров лайнер сделал поворот на 90 градусов влево, а потом на 360 вправо, одновременно сбрасывая высоту до 4,5 километров. Когда машина снизилась до 3 километров над землей, мы потеряли ее с радаров. Это произошло над Средиземным морем. На поиски самолета отправились ближайшие суда, а также греческий фрегат и авиации. Поисковые работы ведутся в 60 километрах от северного побережья Египта. И уже вырисовывается главная версия следствия. Я не хочу спекулировать, но если проанализировать ситуацию должным образом, возможность терактов выше, чем вероятность технической неисправности. По неподтвержденной информации на борту находились сотрудники спецслужб Египта. В октябре прошлого года именно на территории этой страны потерпел крушение аэробус российской «Коголым-Авиа». Погибло 224 человека. Предположительно, на борту взорвали бомбу. Ответственность взяла на себя террористическая группировка «ИГИЛ». Конечно, не исключается и версия, что бомбу на этот рейс подложили в парижском аэропорту. Однако это маловероятно, поскольку контроль в Шарль-де-Голле и без того весьма жесткий усилился еще больше после терактов в Париже. Но пограничная полиция уже проверяет сотрудников наземной команды, занимавшейся отправкой этого рейса. В прошлом году в результате проверки работников аэропорта уволили 60 человек. Они оказались салафитами, ультраконсервативными мусульманами, склонными к радикализму. Светлана Чернецкая, Василий Тружковский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». И еще один самолет, американский бомбардировщик Би-52, разбился сразу вскоре после вылета с острова Гуам в Тихом океане. Экипаж выполнял тренировочный полет. Все семеро военных живы. Они вовремя покинули борт. Бомбардировщик Би-52 перебросили с Тихоокеанской территории США, острова Гуам, из штата Северная Дакота. Таким образом, американские военно-воздушные силы обозначили свое присутствие в регионе. Что стало причиной этой катастрофы, пока неизвестно. Средняя зарплата – 1000 евро, заоблачные соцстандарты для малоимущих и невероятные перспективы для бизнеса. Кабмин Гройсмана презентовал сегодня четкий план приоритетных действий на 2016 год. О том, как чиновники будут реанимировать страну, подробнее Елена Митясова. Осели 208 страниц за оставшиеся полгода. Этот документ – своего рода пособие, как кардинально изменить жизнь украинцев. От нищеты и долгов к достатку и развитию. Правительство Гройсмана замахнулось на программу «Максимум». Разработало стратегию приоритетных планов на 2016. Все обязательны к исполнению. На первом месте – повышение соцстандартов. У украинцев есть все шансы зарабатывать. Не меньше европейцев, говорит премьер-министр. Мы должны обеспечить высокий уровень жизни людей. То есть работающая экономика, качественные рабочие места, заработная плата. Кстати, если мы возьмем наших европейских партнеров, то мы увидим, что средняя заработная плата в этих странах, например, Польша или Словаччина, до уровня примерно 1000 евро. Когда в Украине это порядка 150-170 евро. Мы понимаем, что, в принципе, имея колоссальный потенциал, природные ресурсы, при разумном, качественном управлении, Украина может достигнуть этих показателей. И это будет означать, что мы станем конкуренциями. Но прежде идти придется через тернии, побороть коррупцию, навести порядок на таможне, в налоговой системе провести с десяток реформ. Возможно, и не популярных, но главная их цель – заставить экономику работать. Один из реанимационных рецептов – приватизация госпредприятий, говорит Гройсман. Их в Украине сейчас более полутора тысяч. Все они за годы независимости превратились в кормушки для клана, загнивающими технологиями и конкурентной продукцией. Когда приходит эффективный владелец, через публичный конкурс, через конкурентность, через большую цену, он модернизирует предприятие, потому что он сделает свою инвестицию, он создает рабочие места, он выработает больше конкурентной продукции, и это впливает на развитие национальной экономики. В госсобственности премьер предлагает оставить только объекты стратегические, и все остальное пустить с молотка. А еще развивать собственный рынок природного газа, заниматься добычей и вести агрессивную политику, энергоэффективность и энергосбережение. Будет тяжело, но через 3-4 года, уверен Гройсман, наступит долгожданная энергонезависимость. Наш приоритет – установление единої рынковой цены на газ, знищив коррупцию в ценоутворениях, отшел от ганебных контрактов, по которым сегодня десятки миллиардов доларов нам предъявляют, и даёт возможность формирования рынковой цены без любых зловживаний, потому что заниженные цены, подвольные цены, использовались для того, чтобы списывать больше газа на население, а потом перепродавать его за коммерциальными ценами. К созданию плана стратегических действий на 2016-й Кабмин Гройсмана привлёк европейских реформаторов – Лешика Бальцировича и Ивана Миклаша. Они уверены – всё получится. Написанное – реально к исполнению. Украина имеет очень хорошее, большое будущее, что она имеет потенциал, который не был до сих пор использован, и реформы. Только реформы могут этот огромный потенциал использовать и улучшить жизнь украинцев. Кроме больших проблем, есть большие достижения, которые надо укреплять путём реформ. У вас самые главные партнеры – это Запад, это Турция, Китай и так далее. И намного сократилась зависимость по импорту газа. Утвердить план действий Кабмин намерен на следующей неделе, а до этого показать документ хотят парламентариям и общественникам, чтобы учесть все мнения. Елена Митясова, Валентин Белич, подробности – телеканал «Интер». Министр аграрной политики Тарас Кутовой прямо сейчас с нами на прямой связи. Тарас Викторович, добрый вечер. Премьер Гройсман сегодня порадовал, что средняя зарплата в Украине вполне может достичь тысячи евро. Как вы думаете, когда обычная доярка или тракторист, например, смогут столько зарабатывать? Да, но это было в планах на 16-й год. Еще один вопрос. Премьер сегодня заявил о том, что сельских жителей стало меньше на 2,5 миллиона человек. При этом исчезло 350 сел. А количество сельсоветов выросло на 1067 единиц. Как такое может быть? Ну, насправді, премьер не говорив про то, что это 16-й год. Он говорил про показник, который существует в Европе. И сказал, что мы до этого показника будем прагнуть. Мы действительно это будем делать. В контексте изменения населения, это действительно, есть и моменты миграции в местах, и моменты вимирания применчивого населения. Это очень негативный фактор. Почему было увеличение количество сельсоветов в Украине? Великие колгоспы делились, которые поддерживали ранее по несколько сел в рамках одних сельсоветов. В соответствии, было их разделение, и каждое село фактически формировало сельсоветов. В сегодняшних условиях, в условиях децентрализации, объединения громад, я думаю, что этот процесс так же будет эффективно проведен в направлении как раз обеспечения максимального доступа громад до ресурсов, увеличения их потенциалу и возможности, насправді, эффективно керовать громадой тими ресурсами, которые у них есть. Сегодня, вы знаете, в Верховной Раде есть на рассмотре законопроект, который предпочитает передачу управления земельными ресурсами и местным громадам. Я думаю, что он в ближайшее время будет проголосованный. Это еще один из дополнительных ресурсов, которые объединенные громады сегодня получают. Хорошо. Ну тогда давайте в окончании нашего разговора три пункта главных планов вашего министерства на 2016 год. Министерство сформировало стратегию. Она называется 3 плюс 5. Вы как раз доречно спросили про три основные момента, на которых мы, как министерство, хочем засередиться. Первое вопрос – это продолжение и доведение до логического завершения земельной реформы. Это вопрос, связанное с прямой поддержкой малым и средним производителям, развитку фермерства. И третье вопрос – это вопрос, связанное с поднятением эффективности, а также приватизацией государственных предприятий. Как сегодня правильно сказал премьер, все годы государственные предприятия, их так же много в управлении Министерства АПК, не демонстрировали эффективности, очень часто были джерелом коррупции. Сегодня мы должны выйти с очень жесткими кроками на приватизацию и показать, что эти предприятия могут быть эффективными, стратегические инвесторы должны в Украине залучить туда свой капитал, а держава должна забезопасить условия, в рамках которых этот капитал будет функционировать в Украине. И именно это, в том числе, приведет нас до тех загальных показателей, и один из них – это тот уровень зарплаты, про который сегодня говорил премьер, и про который вы сегодня спросили. Я благодарю вас за ваши ответы. Тарас Кутовой, министр аграрной политики, был с нами на прямой связи. У Украины есть, все еще есть шансы получить новый транш МВФ уже этим летом. Поводом для надежд стали завершившиеся вчера в Киеве предварительные переговоры между Украинским министерством финансов и миссией МВФ. Об этом сообщают на сайте Минфина. Стороны обсудили проведенные реформы, правда, в МВФ по-прежнему ждут от Украины и укрепления финансовой стабильности, большей прозрачности и усиления борьбы с коррупцией. Дедлайн – июль нынешнего года. Именно тогда в фонде должны будут принять окончательное решение. Нет налогу на пенсии и аж 50 гривен к минимальной зарплате. Нардепы сегодня взвинтили соцстандарты, правда, радоваться прибавке можно будет только с декабря. А еще они переименовывали города, и все это в украинских вышиванках. За колоритом, под куполом, сегодня наблюдала Екатерина Лысенко. Белые, красные, синие, черные – парламент сегодня даст фору любому этномагазину. В День украинской вышиванки Нардепы надели лучшие национальные костюмы. Мол, когда еще, если не в праздник, а в кулуарах рассказывают, где брали, да почем. Я не знаю, сколько она стоит в Киеве, а в Вашковцах это стоит 9 тысяч гривен. Это, естественно, украинский производитель. 1400 гривен. Это платят. Я купила, когда думала ехать за кордон. 3400 гривен, если не помню. Мама уже мне встегла прокомментировать, что слишком ярко, но мне понравилось. Совсем другая атмосфера, когда в парламенте действительно все в святковом броню. А вот почему мужские рубашки нынче покупают, Нардепы так и не признались. Это мои друзья из Львова, они мне подарили. Я не могу сказать, сколько она стоит. На этом фоне в парламенте решили и переименовать часть городов на карте Украины. Не будет ни одного города с названием прошлых котов и тех, кто бывали наших дедов и прадедов. И наш обязанность завершить декоммунизацию. Высновок. Рекомендовать Верховной Раде переименовать место Днепропетровск в Днепропетровской области на место Днепро, принявши за основу и в целом проект постановы. Вот так одно нажатие на кнопку и Днепропетровск отныне будет просто городом Днепро. Днепродзержинск стал каменским и еще порядка 300 сел называть теперь будут по-другому. Парламент не отвечает на вопросы, которые действительно торбуют общество. Суспитство торбует тарифы, торбует цены, торбует зарплата, рабочие места. А парламент занимается этими политическими вещами. 90 процентов, 900 тысяч жителей города Днепропетровск против переименования. Нам сегодня надо объединять страну, нам надо находить точки соприкосновения. Нельзя спекулировать на вопросах названия, на вопросах языка, на многих других вопросах, если мы хотим жить в одной стране и объединять нашу страну. Я считаю, что сегодня допущена огромная ошибка. Но этим радикалам чем хуже, тем лучше. К слову, оппозиция сразу же зарегистрировала постановление об отмене голосования по переименованию. Но залу не до этого. С трибуны снова зазывают депутатов. Переходим до голосования, никто из зала не выходит, только можно заходить. В повестке не еще ряд законов, в том числе необходимых для сотрудничества с МВФ. Один из пакета Рада приняла. Теперь станет понятно, какая структура будет отвечать за загрязнение рек и водоемов. Часть документов еще утром депутаты отправили на доработку. Еще часть пожелали прежде хорошенько изучить. Я не вижу сегодня консенсусу, что до принятия их. Они стоят разных галузей экономики и разных возможностей, там, стоящие спорта МВФ и Украины. Но что касается банковской сферы, экономической сферы, они потребуют очень большого обговорения. Мы не готовы до принятия их. Зато чуть ли не весь зал бы сказался за то, чтобы исправить ошибки предыдущего Кабмина и отменить налог на пенсии, который по-прежнему взимается. А податковуют разницу между размером пенсии и трьми минимальными заработными платами. Сегодня это 4 350. Вот, например, если ваша пенсия 10 тысяч, отнимают 4 350. И потом вот этот залишок податковается как 15%. Избавить и работающих пенсионеров от налогообложения все тоже вроде бы не проще. Главное, чтобы хватило голосов. Пока же их хватило на то, чтобы отменить общий налог на пенсии. Правда, этот законопроект приняли только в первом чтении. Зато нардепы окончательно решили повысить с декабря минимальную заработную плату на 50 гривен. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Геннадий Аникенко. Подробности в телеканал Интер. Вот так в один клик нардепы сделали из Днепропетровска Днепр. Во сколько это обойдется местной власти и жителям города? И рады ли такому решению уже не днепропетровцы? Расскажет Наталья Грищенко. Начиная с полудня город гудит. Как только в интернете появилась новость из Верховной Рады, горожане пытаются определиться, нравится им новое название или нет. Пусть будет Днепро. Короче, лучше. Нравится? Нет, нравится. Не, не нравится никак. Мы за Днепропетровск. Каким будет новое имя города все минувшее лето и осень, решала специально созданная в Гурсовете комиссия по переименованию. Вариантов было пять. Днепрослав, Сечислав, Днепроград, Кодак и Днепро. Остановились на названии Днепро. Документы комиссия отправила в Киев еще в ноябре 2015-го. В ответ тишина. В ожидании дальнейшей судьбы город жил много месяцев. По поводу переименования разгорелись жаркие споры. Пока одни были за, другие против, на набережной появилась вот эта надпись. Я люблю Днепро. Установили ее активисты вместе с футбольными фанатами. И, что называется, попали не в бровь, а в глаз. Городскому бюджету переименование обойдется не менее чем 800 тысяч гривен. И эта цифра предварительная. Если учесть и смену названий улиц, общая сумма перешагнет за 2,5 миллиона. Замена паспортов и прочих документов, уверяют в мэрии, для горожан будет бесплатной. А вот для предпринимателей нет, пока Рада не утвердила законопроект об освобождении их от уплаты специального сбора. Остается еще интрига, как теперь будет называться область. Эксперты говорят, она Днепропетровская, пока депутаты не проголосуют еще раз. Впрочем, пока изменения не подписал президент, новое название, еще не новое. Наталья Грищенко, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер. Пока еще Днепропетровск. Законопроект о введении квот на украинских телеканалах подлежит отмене, поскольку принимался с многократными нарушениями регламента, так считают в Интермедиагрупп. В официальном заявлении высказывается предположение, что процедура рассмотрения была нарушена сознательно, чтобы ограничить конкуренцию на украинском рынке и предоставить преференции другим производителям телепродукции. Введение запретов ограничивает права телезрителей и делает невозможным развитие телевизионной отрасли в Украине, считают в Медиагруппе. Отменить решение правительства Яценюка о реорганизации госфининспекции требует нардеп Сергей Каплин. Сегодня он подал иск в окружной админсуд Киева. Я напомню, что в октябре прошлого года Кабмин расформировал госфининспекцию. Это произошло после того, как ее руководитель Николай Гордиенко заявил о хищении 7 миллиардов гривен из госбюджета правительством Яценюка. В Верховной Раде тогда даже создали специальную рабочую группу, но дальше дело не пошло. Гордиенко уволили, а после того, как через суды он восстановился в должности, оказалось, что такой инспекции больше нет. Вместо нее создана аудиторская служба, которая подчиняется Кабмину. Другими словами, сама себя проверяет. Гордиенко от имени Державной финансовой инспекции подал соответствующие заявки к Генеральной прокуратуры. И сегодня, по фактам распространения команды Яценюка 7 миллиардов гривен, порушено 2076 криминальных справ. Арсений Петрович Яценюк разом со своей командой, членами уряду, делали все, чтобы он не был восстановлен и не продолжил дальше расследовать, проводить аудит, и инспектировать период деятельности Кабмину, начали с Арсением Яценюком. Еще двоих киевских экс-беркутовцев, подозреваемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, идентифицировали в ГПУ. Они уже в розыске. А вот пятерым задержанным сегодня продолжили зачитывать обвинительный акт. Все подробности расскажет Ирина Романова. Второе заседание подряд в Святошинском райсуде столицы. Картинка почти не меняется. Прокуроры зачитывают обвинительный акт пяти бойцам киевской спецроты Беркут. Во вторник 180 страниц документа выслушали Павел Оброскин и Сергей Зинченко. Следствие утверждает, что 20 февраля 2014, выполняя преступный приказ, они вместе с другими силовиками убили 48 человек и ранили 80. А за это до 15 лет тюрьмы или пожизненная. Сегодня очередь Александра Маринченко, который числился в роте как снайпер. А также другие неустановленные работники правоохранительных органов стали действовать прицельные пострелы на уражение с автоматов 7-62 АКМС и другие неустановленные вагонопальной оружие, спорядженные боевыми патронами в участниках акций протеста. Что за неустановленные правоохранители стояли на Институтской 20 февраля? И почему не все оружие, из которого стреляли в этот день, удалось установить? Интересуемся в перерыве у прокуроров. Тут, если я помню, есть 20 человек вказано сегодня. Однако мы на видеофайлах видим, что участь в роте, а именно особи в черной форме, идентифицированные с желтым повязком, принимают где-то большее количество всех. Только в первой половине этого года идентифицировано еще двух, они оголошены также у РОШа. Найти же все оружие следствия не удалось, объясняет прокурору, потому что 21 февраля оставленные бойцами на базе автоматы винтовки. Оттуда срочно вынесли, чтобы заместить следы преступления. 21 лютого 2014 года за обвинительному акту неведомые особи вынесли из помещения изозначенного кабинета, вышивказанных 72 КМС в количестве 24 штук, и возникли с оружием в неведомом направлении. У защиты Беркутовцев к обвинительному акту претензии. В описовой части не вказаны факты с привязкой на час, место, способ действия конкретной особой, конкретным обвинувачением того или другого криминального правопорушения. Не совсем понятно также, как следствию удалось установить, что на институтской стреляли именно из выданных Беркутовцам автоматов и винтовок, если оружие потом исчезло с базы. Попередньо за год эти автоматы были исследованы. Это предвидено введомыми нормативными актами МВС. Эта так называемая кола-гельзотека сохранилась. Вона была нами выложена. На основе ее мы призначили так называемую баллистическую сравнительную экспертизу, то есть она дала на выясновки про то, что кулы, которые были предыдущие еще исследованы из того или иного автомата, полностью автентичными кулами, которые были выложены из тела тех или иных потерпевших. За 5 часов засчитали 80 страниц акта, остальные 140 оставляют на завтра. На следующей неделе, возможно, суд наконец-то начнет рассматривать доказательства. Ирина Романова, Сергей Ведмесь, подробности, телеканал Интер. Высший совет юстиции одобрил сегодня увольнение судьи святошинского райсуда столицы. Я напомню, Инна Пятничук нарушила присягу, когда выносила решение об аресте активистов Евромайдана. Это подтвердили выводы дисциплинарной комиссии. По этой же причине, высший совет юстиции ранее одобрил увольнение пяти судей апелляционного суда столицы. Черные обменки, десятки тысяч долларов с каждой точки ежедневно. Вместе с полицейскими в очередной рейд по незаконным пунктам отправилась Елена Зорина. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Спальный район Киева, рядом станция метро и тут же обменка. Хлебная точка, куда не зарастает народная тропа. Курс-то выгодный, его устанавливает не Нацбанк, а, как оказывается, хозяин точки. Средний показатель курса валюты на сегодняшний день в дирекционном Межбанке и самолисовый. Поменять можно любую сумму без чеков и налогов. Активисты проверяют на себе, покупают 100 долларов. И вот какой ответ получают вместо квитанции. Увидев журналистов, кассир становится менее разговорчивой. Активисты вызывают полицию, первыми приезжают следователи. Спустя полчаса появляется и полицейский патруль в ларёк, люди в форме не заходят. Налоговую никто не вызывает. Спустя ещё некоторое время появляется вот этот мужчина с улыбкой в дорогом пиджаке. С кассиром, который грозит максимум штраф в 750 гривен, практически не говорит. Но и выходить из ларька ей не советуют. Защитник в прошлом году пробовался в мэры города Хмельницкого от партии «Укроп». А во времена Януковича был членом общественного совета при Министерстве доходов и сборов. Теперь периодически куда-то звонит. И общается вот с этим человеком спортивной внешности. Тем временем на парковке рядом с обменкой появляется вот этот чёрный джип, кстати, тоже с хмельницкими номерами. А возле него ещё один мужчина ведёт диалог с одним из правоохранителей. В самой обменке тоже правоохранители пытаются уговорить кассира и адвоката открыть дверь. Спустя четыре часа женщина открывает. Но внутри денег практически нет. Может, вот в эту дырку просочились. Улов правоохранителей. Оставляют счётную машинку и муляж пачки гривен. Кошты могла вынести сама продавчиня. Вони могли быть схованы кудись в обшивку, безпосередньо. Саму обменку опечатывают. Надеянно будет триматься. Надеянно. Кассира отпускают домой. Вернётесь ещё на такую работу? Без комментариев. И вернулась. Не прошло и суток, как обменка снова открыла свои двери, несмотря на полицию и опечатывание. А рядом с пунктом появляется вот такая охрана. Видимо, для защиты от полиции и активистов. Елена Зуринович, Слав Фролов. Подробности. Телеканал Интер. Освобождён от наркотиков. В Министерстве внутренних дел подписали рапорт о переводе одиозного Ильи Кивы на другую должность. Об этом сегодня сам экс-наркоборец сообщил на пресс-конференции. С чем теперь будет бороться Кива, пока тайна. При этом он убеждён, что без него департамент противодействия наркопреступности станет недееспособным. Он также сообщил, что считает законными свои неявки на переаттестацию. Вот только причины прогулов так и не назвал. Как же я могу пройти аттестацию, когда Декана Идзе подала прошение о моей отставке? А до этого все отсутствие моей на переаттестации были законные. Не приходил по уважительной причине. Также Кива назвал безосновательными все обвинения главы нацполиции, хотя Декана Идзе в отсутствии результатов его работы. А свою честь пообещал отстаивать в суде и поблагодарил главу МВД Авакова за то, что получил работу в структуре. Иначе, отметил Кива, ему бы угрожала смертельная опасность от тех, с кем он боролся. Новым послом США в Украине станет дипломат Марий Иванович. Об этом объявил президент Соединенных Штатов Барак Обама. Что известно о будущем представителей США в нашей стране, расскажет наш Сапкор в Вашингтоне Тихон Дзитко. Новость о выдвижении Марии Иванович послом не стала неожиданностью. Сперва появились сообщения, что нынешнего посла Пайета переводят в Грецию, затем, что заменит его именно Иванович. И вот подтверждение на сайте Белого дома. Президент Барак Обама анонсирует 8 кадровых решений. Среди них Джеффри Пайт отправляется послом в Грецию, а Иванович в Киев. И добавляет заявление. Я рад объявить, что эти опытные люди служат нашей стране. Правда, даты не называются. Иванович действительно опытный дипломат. В этом году она отмечает 30 лет дипломатической службы. В последнее время в Вашингтоне была помощником госсекретаря, но до этого уже дважды побывала послом в Армении и Киргизии. А также работала в различных дипмиссиях США на разных континентах. В том числе и в Украине. Собственно, этот опыт Ивановича называют в качестве одной из главных причин ее назначения. В Киеве она работала с 2001 по 2004 заместителем посла и временным поверенным в делах США. Наглядный факт из ее киевского периода биографии. Именно она в 2002 году первой подняла вопрос о том, что Украина нарушает санкции против Ирака, поставляя режиму Хусейна радиолокационной системы Кольчуга. А потому наблюдатели пока в прогнозах сходятся в одном. Иванович будет послом крайне принципиальным. Кстати, она из семи иммигрантов из России свободно владеет русским языком. Тихон Зитко, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала ЮНТР. Евросоюз запустил программу поддержки Ассоциации Украина-ЕС. Почти 8 миллионов евро выделят Украине на популяризацию идеи интеграции в Европу и подготовку молодых профильных специалистов. Это юристы и международники. Также планируют запустить тематический веб-портал. Это наше европейское обязательство, чтобы стать на боку украинского народа, украинского выбора и помочь в том историческом процессе трансформации Украины. Этот проект имеет серьезное финансирование на три года. Европейским Союзом он складывает около 7,5 миллионов евро. И это выполняется отдельным проектом европейским. То есть мы будем только бенефициарами. Не забыл Ян Танбинский сегодня упомянуть и о внутренних проблемах Украины. На встрече с вице-премьером Павлом Розенко он заявил о том, что прекращать выплаты переселенцам с Донбасса на время проверок – это был неверный шаг. Также представитель ЕС подчеркнул, что все украинские граждане, проживающие как на оккупированных, так и на подконтрольных власти территориях Донбасса, имеют равные права на получение соцвыплат. Выполнение Минских соглашений – это единственный путь к примирению и ликвидации замороженного конфликта на востоке Украины. Об этом во время международной конференции «Реструктуризация глобального пространства» заявил глава оппозиционного блока Юрий Бойко. По мнению политика, выполнение политической части соглашений поможет вернуть под контроль Киева оккупированные территории и границу с Россией. «Чому важно вернуть эти территории назад? Потому что, если они не будут вернуть назад, если стадия будет замороженного конфликта, то всегда будет небезопасность других территорий повторить этот шаг. Я считаю, что в сегодняшнем парламенте очень сложно будет провести законы, которые отображены в Минском протоколе. И потребен компромисс, который может рассчитывать отношения в общество сегодня, который может надать поступок для этого протокола. Мы должны сами давать компромиссные пропозиции другим участникам этого процесса, потому что это проблема наша. И нам нужно восстановить территориальную целостность, и никто за нас это не сделает». Новый вид в мошенничество. Наш оператор Вадим Ревун сейчас работает в зоне АТО. Пока он снимал очередной репортаж на передовой, где зачастую нет мобильной связи, его родителям позвонили неизвестные, сообщили о том, что сын их тяжело ранен, его якобы отвезли в Донецк, и срочно нужна крупная сумма денег. Родственники уже были готовы просить помощи у друзей, но им все-таки удалось связаться с Вадимом и убедиться, что с ним все в порядке. «Сказали, что у меня ранение, я нахожусь в госпитале, для операции нужно 6 тысяч долларов. Ситуацию спасла сестра, которая начала задавать дополнительные вопросы, типа, а как девочья фамилия мамы, день рождения родственника, все такое, и аферисты поняли, что ничего не получится». Ну вот, собственно, материал, который снимал в это время Вадим Ревун вместе с нашим корреспондентом Вениамином Трубачевым. Они работали в Павлополе, это село находится вблизи Мариуполя, и сегодня там погибли два человека. Вот это сгоревшая груда металла, все, что осталось от трактора. Очевидцы говорят, водитель решил поехать и набрать воды в реке. Уже на берегу прогремел мощный взрыв. «Когда обстрелы были, тут же падали, возле речки падали, за речкой падали, и были, что взрывались, а были и не взрывались. Так тут». «Опасно ходить, да?» «Очень». В кабине было двое мужчин. Один погиб на месте, второй получил тяжелое ранение и скончался в больнице. А сейчас на месте взрыва работают саперы. По предварительной версии, трактор наехал на заложенный фугас, состоящий из нескольких мин. «Ходить по этому полю смертельно опасно. Здесь еще могут быть мины, фугасы или растяжки, но предупреждающих табличек или знаков нет. С начала 2016 года это уже пятый случай в прифронтовой зоне, когда вот так взрывается сельскохозяйственная техника». А вот на фронте после вчерашних артобстрелов относительное затишье боевики сегодня используют в основном пулеметы и гранатометы. «Как стреляют обычно, когда? Ночью, днем?» «Да и днем, и ночью бывает. Ну вот так что так, даже добавить нечего. Стрелковая. Стрелка днем заходят, снайпера». Именно от снайперов больше всего неприятностей. На передовой все укрытия в дырках от пуль. Военные в ответ не стреляют. У них четкий приказ командования только наблюдать. Этим бойцы и занимаются, просматривают поле. «Тюки соломенные. За каждым этим тюком может находиться враг». Самая напряженная ситуация сейчас в районе Березового, Новотроицкого и Широкина. Но сегодня вражеские обстрелы были неинтенсивными. Виндеймин Трубачев, Вадим Ревун и Николай Терещенко. Подробности телеканал «Интер», Донецкая область. «На продление санкций ЕС в отношении России рассчитывает Федерико Магирини. Верховный представитель ЕС по внешней политике полагает, что отменить ограничения можно будет только после полной реализации минских соглашений, но этого пока не достигли», – подчеркнула Магирини в интервью немецкой газете «Дивельт». «Срок действия нынешних санкций против России, я напомню, истекает в июле. Ожидается, что вопрос об их дальнейшем продлении, либо отмене, будет обсуждаться в Брюсселе 28-29 июня». «Коллегия присяжных Верховного суда Чечни признала украинцев Николая Корпюка и Станислава Клыха виновными в терроризме. Их, по данным адвокатов, выкрали сразу после Майдана, привезли в Россию и обвинили в обороне Грозного на стороне чеченского сопротивления в 1994 году». Примечательно, что формальным подельником Корпюка и Клыха выступает бывший премьер Украины Арсений Яценюк. Обвинения ему предъявили заочно. Как предполагает Следственный комитет, Яценюк тоже участвовал в боевых действиях. Сами фигуранты дела обвинения категорически отрицают, а дело называют политически мотивированным. Им грозит пожизненное заключение. «Это еще не приговор, это вердикт. Приговор будет обсуждаться на следующий неделе. Это будет в октябре, 24 мая. Все возможно, чтобы его обжаловать внутри России в Европейском суде. Но вообще говоря, вот с внесением вердикта открылась возможность для начальства уже украинских властей». НЗС Украины висловлю решучий протест с приводу продолжения российской судовой влады системного переследования украинских политических въязнений в России. Сегодняшнее неправомирное решение было вынесено после тревога судового фарса в связи украинцев. Та базовалась на безпредставных и сфабрикованных материалах следствия, которые были получены в том числе в наследок застояния до наших политвъязнений, тортур и психологического тиска. Решение Верховного суда Чечни прокомментировал президент Украины на своей странице в Фейсбук. Петр Порошенко написал «Делал и буду делать все для освобождения Николая Корпюка и Станислава Клыха, которых считают украинскими политзаключенными в России». Также глава государства отметил, что согласно Минским соглашениям все заключенные должны быть освобождены. Тендер по-старому. Строительство канализации в одном из районов Киева поручили малоизвестной фирме. А речь идет о заказе почти на 60 миллионов гривен из местного бюджета. Договор уже заключен, а выдать аванс строительной компании готовы, несмотря на еще не рассмотренные заявления в антимонопольный комитет от других участников тендера. Почему? Разбирался Александр Пантелеймонов. Столичные Бортничи, окраина Киева. Вопрос модернизации коммуникации, в особенности канализации, назовел здесь давно и стоит очень остро. Канализационный коллектор вызвались построить несколько компаний. Проекты были разные, сметы тоже. В итоге конкурс выиграла небольшая фирма «Орион Голд». Договор почти на 58 миллионов гривен подписали 10 мая. В администрации уже готовы предоставить часть денег авансом. В первых транс-денях мы можем авансировать зелье законодавства на 30%. Термин выполнения – 2017 год, остаточный. Единственное, что это, естественно, за умову належного финансования. Интернет-сайта у компании нет особой известности тоже. Офис по юридическому адресу в центре Киева найти не удалось. Есть только старое объявление на электронной площадке, где продают предприятия. В 2013-м «Орион Голд» пытались продать со всеми документами за 1700 долларов. Мы несколько раз звонили в офис компании, но там включен автоответчик. Ваш выклик переадресовывается на автовитовидач. Сможет ли малоизвестная компания потянуть работу на 58 миллионов гривен – неизвестно. Но сам тендер провели с нарушениями, утверждают представители других компаний, подавших заявки на конкурс. По их словам, весьма крупные фирмы, среди которых и столичный метрострой, даже не допустили к тендеру под надуманными предлогами. Большинство компаний просто объявили – их сметы не соответствуют тех условиям, изменив их в последний момент. Когда у нас остался один рабочий день до Пасхи, они нам дали сообщение, что наша пропозиция отхилена. То есть это было сделано для того, чтобы мы не встыгли подать свою заявку до антимонопольного комитета. Подать заявление в антимонопольный комитет одна из компаний все же успела. По закону заключение договора должны были приостановить, а результаты тендера пересмотреть. Только этого не случилось. Розгляд призначен на 10 червня. Они не могли права укласти договор. Тем не менее договор заключили, а на июнь запланировали не разбирательство в антимонопольном комитете, а начало работ. Нарушения в тендерной процедуре никого не остановили. Александр Пантелеймонов, Василий Миновщиков, Сергей Килимник. Подробности – телеканал «Интер». В Херсоне детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещениях городской прокуратуры. Краткая информация об этом появилась вечером на сайте НАБУ. Уточняется, что следственные действия ведутся в рамках уголовного производства. По факту получения сотрудниками прокуратуры взятки в размере 700 тысяч гривен. Скандал вокруг списка журналистов на сайте «Миротворец» развивается. Сегодня защитники этого ресурса пришли протестовать к Министерству информационной политики. Что требовали, расскажет Татьяна Винникова. Неизвестные, назвавшиеся защитниками сайта «Миротворец» пикетировали сегодня Мининформполитики. Около 20 людей требовали выдать того, кто, по их мнению, пожаловался в ГПУ и попросил закрыть сайт. Скандал вокруг «Миротворца» начался, когда сайт, который курирует нардеп и советник главы МВД Антон Герасченко, опубликовал личные данные около 4 тысяч журналистов украинских и мировых СМИ. Из-за аккредитации в так называемой ДНР «Миротворец» обвинил их в пособничестве террористам. Против таких действий ресурса выступили украинские и иностранные журналисты, представители Евросоюза и омбудсмен Валерия Лутковская. Разгорелся международный скандал. В итоге прокуратура Киева открыла уголовное дело против «Миротворца» по статье «Препятствование профессиональной журналистской деятельности». А 13 мая сайт закрылся. Сегодня к митингующим вышла замминистра Юрия Стыця. Татьяна Попова рассказала, в ведомстве никому никогда на сайт не жаловались, закрыть не требовали, просили убрать данные журналистов. Они не очень понимают, почему за кордоном до журналистов ставятся с такой силой, как до священных коров. Почему их не имеют права ображать, почему могут публиковать «Панама Пейперс» про государственников, а не могут такие же данные публиковаться про журналистов. Самое потому, что журналисты – это как watchdogs демократии. Я считаю, что они должны извиняться, и это для них будет полезно. Однако вместо извинений сегодня еще до пикета сайт внезапно возобновил работу. Об этом заявил на своей странице в фейсбуке Антон Герасченко. Цитирую. «Благодаря поддержке патриотов ресурс принял решение работать, несмотря ни на что». А скандальный список журналистов просто удалили. Фотокорреспондент, журналист и автор романа «Аэропорт» о героических защитниках Донецкого аэропорта Сергей Лойко назвал такое удаление своеобразной формой извинения, раз не хватило мужества сделать это открыто. «Война гибридно, это новый вид войны. Журналисты должны действовать гибридно. Они должны получать аккредитацию после черта с дьяволом. И дальше вы уже сами будете судить, что журналист написал, и разбираться с конкретным журналистом, а не печатать на всеобщее обозрение сайты, списки четырех тысяч журналистов, одновременно обвиняя сотрудничество страны. Я считаю, что миротворец извинился, убрав этот список. Я считаю, что инцидент исчерпан, и дальше надо заниматься делом, повторюсь, а не игнём, который кроме истерики, истеричной реакции, нервотрёвки, взаимной какой-то ни на чём не основанной ненависти и разобщения общества ни к чему не приводит». В итоге сегодняшний митинг защитников миротворца закончился так же внезапно, как сам сайт возобновил работу. Без объяснений. Татьяна Овинникова, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. В зоне АТО обострилась ситуация в Красногоровке. Это неподалёку от Маринки. Последние несколько суток боевики плотно обстреливают позиции армейцев, расположенные вокруг прифронтового города. Попадают в мины и в жилые кварталы. Все подробности расскажет Руслан Смещук. Позиции возле Красногоровки. Здесь повсюду следы боевых действий. Старая, как и этот, подбитый ещё в 2014 году танк. И совсем свежая. Вот эта ниша, что была, вот это воронка от миномета 82-го калибра. Прилучило, в принципе, это уже наши позиции. Цели або по нам, как по живым мишеням, а по технице нашей. Таких тут много в поле. Минулого ранку, по-моему, 35 штук, да? А за ниш пришло где-то до 10-ти у нас пришло. Последние двое суток боевики, мины, снарядов не жалеют. Бьют из оккупированной Старомихайловки, которая находится в зоне прямой видимости. Достается и мирным жителям, рассказывают солдаты. Противник, словно специально бьет по жилым кварталам далеко за позициями военных. А в самой Красногоровке на центральной площади собрались несколько сотен горожан отметить день вышиванки и заявить, Красногоровка – это Украина. Очень радостно, что сегодня нет дождя, и дети, и жители нашего города могут выйти показать, кто хочет, конечно, какой-то праздничный день. Потому что, когда одеваешь вышиванку, чувствуешь себя частичкой действительно этой Украины, которая ты есть. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Анатолий Воробей. Подробности – телеканал «Интер». Президент Петр Порошенко считает необходимым поддерживать молодых ученых для активного развития и подъема украинской науки. Об этом глава государства сказал во время встречи с учеными накануне Дня науки. По мнению Порошенко, необходимо усилить диалог представителей украинской науки и европейской и мировой научной общественности. Сегодня для нас конча потребна. Звездная распродажа. Поцелуй Милы Йовович, ужин с Кевином Спейси или теннисный матч с князем Монако. Что сегодня на Каннском фестивале продадут с аукциона и за сколько? Обо всем этом знает мой коллега Дмитрий Анопченко. Он прямо сейчас с нами на связи следит за событиями на Лазурном берегу. Дима, так какие же звездные лоты сегодня пустят с молотка? Наташа, ну должен сказать, что это неизвестно пока что никому. Действительно, вот самое ближайшее время этим достаточно светлым, но тем не менее прохладным и ветреным каннским вечером и должен пройти знаменитый аукцион звезд, когда участники Каннского кинофестиваля по сути продают свое время. Ужин, поцелуй, теннисный матч, все что угодно. Кто-то предложит платье из личной коллекции, кто-то картину из личной коллекции. Но что именно будет продано, вот прямо сейчас пока что держат в строжайшей тайне. В том числе и от гостей, которые собираются на эту одну из главных вечеринок года. Вот посмотрите, огромное количество прессы, от вспышек фотокамер просто рябит в глазах. Первыми, как обычно, прибыли приглашенные и лишь под конец с опозданием появятся звезды. Мы их пока не видели. Из тех, кто подтвердил свое участие, и Кевин Спейси, и Мила Йовович, и Эдриан Броуди, и Хайди Клум. А ведущей в этом году будет Шерон Стоун, известная тем, что торгуется за каждый звездный лот до последнего. Эта звездная команда и будет собирать средства на борьбу со спидом. Только в прошлом году за один вечер во время подобного аукциона собрали, ни много ни мало, 35 миллионов долларов. Ну, на какие жертвы звезды пойдут для того, чтобы эти деньги заполучить, пока что неизвестно. Смогу все рассказать только завтра. Единственное, что известно, что, в принципе, на этот аукцион может попасть каждый желающий. Главное, выложить из кармана несколько десятков тысяч евро. Да-да-да, именно столько стоит столик. Но вся плата за вход, все до копейки, перечисляется на благотворительность. И это, пожалуй, единственный способ потратить большую сумму с пользой. Ведь все остальное время знаменитые гости Канн, по сути, выбрасывают деньги на ветер. Тут каждый вечер несколько грандиозных светских раутов, не говоря уже о частных вечеринках. Если ты популярен или знаменит, то пригласят всюду, но остальным приходится покупать пригласительные на черном рынке. Самый дешевый билет на вечеринку, я лично проверил, от полутора тысяч евро, конечно же, с рук. За вход на мероприятие, где будут звезды первой величины, отдают от двух с половиной до пяти тысяч евро. Купить, конечно же, неофициально. Можно даже право пройтись по красной дорожке. За это попросят до семи тысяч евро. Вот такая она, Каннская арифметика. Так что пока одна половина гостей фестиваля, я имею в виду киношников, тратит огромные деньги, чтобы себя и кино показать. Другая половина с не меньшим удовольствием тратит столько же, чтобы на других посмотреть. И если повезет, сделать селфи с кем-нибудь из звездных участников. Сколько первые заработают, а вторые потратят, мы узнаем уже ближе к ночи. До ночи будет идти звездный аукцион, а до утра последующая вечеринка. Так что все новости, все подробности эксклюзивно. Только завтра в подробностях. Наташа. Спасибо, Дима, Дмитрий, Анопченко и Сканн. Подробности UA, это наш сайт и информация о том обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова